МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Ставка на инвестиции. По выниках первых двух месяцев года ответное задание регион выконал на 140%. Контроль заховой працы будет измознен. Ситуация на Гомельшине покуль далекая от идеальной. Паром прибыл, будуются причалы. Долгочаканную пероправу в Житковичах чекали, как выратовальный круг. На звалку гисторой на Гомельшине завершается ликвидация неофицийных пляцовок по захованию твердых бытовых отходов. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил державные узнагороды переможцам и призерам олимпийских и паралимпийских гульнях в Пхенчхане, передае Белта. В этой зале собрались соправданные мужные люди. На зимовых гульнях мы были светками безлитосной борьбы не только на стадионах, а и в судейских кулуарах, навод в междержавных относинах, сказал керовник державы. Тем, кто смогался за звание лепших на планете и неимоверные працы сдобывал для нашей краины медали, Александр Лукашенко вручил державные узнагороды за высокое профессийное майстерство, выдатные спортивные досягненья и великий особистый уклад в поспеховое выступление национальных команд. Находаем, Беларусь на Олимпиаде заняла 15-е, а гульнокомандное место на паралимпиаде – 8-е. По шук инвесторов реализация проекта о створении новых працеванных мест. На сегодняшнем посяжении Гомельского обл. Воконкама разгледжены пытания протягнения в экономику регионно-додатковых инвестиций. По выниках первых двух месяцев года, ответное задание выконано на 140%, что в абсолютных лишь бых склало больше, как 530 миллионов рублей. А про то, что сейчас сформированы перелик из 27 проектов, реализация которых позволит протягнуть в экономику в области еще 0,80 миллионов долларов. Значные надеи складаются так само на запланованные в мае этого года 15-й Гомельский экономичный форум, подчас якого плануется подписать шерох инвестиционных договоров и протоколов об номерах. Особным родком у принятых рашене вызначены китайские накерунки. До 15-го кроссовика усим зацикавленным предприемствам и ведомствам доручено представить у Комитета экономики пропановый по протягнению промых китайских инвестиций. Для нас очень важно привлечь нашу экономику и иностранные инвестиции. У нас есть задания 100 миллионов долларов США. Но почему это важно? Потому что они приходят не только со своими средствами, они приходят со своими технологиями, со своей организацией труда. А нам нужно создавать новые рабочие места и валовую добавленную стоимость. Особенно мы сегодня ставим задачу, что в небольших районах нужно инвестировать больше, так как там люди, которым нужны рабочие места и рабочие места с хорошей заработной платой. Повышение квалификации инженеров по охове працы, проведение месячника в биоспеке и постоянное осветление в сродках массовой информации, пытанию профилактики вытворшего травматизма. На сегодняшнем поседжении Гомельска Габл в Иконкама обмерковывали так само пытание оховой працы. С реальной ситуацией ознакомился Олег Синсеров. В минулом году мобильные группы ГАР-Райвы-Конкама проверили коллег 3 тысяч организаций и выявили 40 тысяч порушений. Среди наиболее распространенных, не выконали правила оховой працы. А в прочатах 51 человек, находящихся в стане алкогольного опьянения, хотя это и лишь бы может не достроить реальную ситуацию. Бои еще 100 человек, которые повинны были и находятся на працанных местах, члены мобильных групп так и не увидели. 19 загинувших на вытворчестве и 76 отрывавших тяжкие травмы. Статистика за минулый год подтверждает, ситуация заховой працы на Гомельска не поколь далекая от идеальной. Самый проблемный район Хойницкий, покажющий к вытворчеству от травматизма с тяжким заходом, тут амалью 5 разов перевышая среднеобластные. Больше за все загинувших в Гомель, Жлобинском и Речицком районах. Более чем на 10% снижен тяжелый травматизм, в то же время есть увеличение смертельного травматизма. Наиболее травмоопасными профессиями по прошлому году вышли водитель, тракторист, слесарь, ну и есть пострадавшие вальщики леса. Практично 40% несчастных выпадков на вытворчестве отбываются по вине самих потерпелых. Разум сым причинам аль-паловыздарению, не выканания своих обовязков керевниками. Подчас посереджения Абруканкама на гэты факт звертается особливая увага. Меры до таких специалистов теперь будут приматься больше жесткие. Гэта ж цельчатся и тих работников, які знаходилися побачь с потерпелыми, а ли никаких мер по продукте лени тракеды и не приняли. А подчатоку звольнять займаемых посад рекомендовано не токи работников, які знаходилися у стане алкогольного опьянения, тих грубо порушили правила аховы працы, а ли и их непосредних керевников. И такая лишьба 42% несчастных выпадков со смертным заходом отбылось у субботу, что тромачится отсутностью контролю. До речи сёни специалисты вызначают сирот работников три группы ризыки. Нитвя розы, работники за стажем работы меньше к 5 годов, яким я ще не хапая в опыту, и супрацовники сборщик 20-ти годовым стажем. Яны заодични упомнены у сабе и у тым, что зимы уже ничего не здарится, а таму значна увага профилактичной работе. Усилили работу по профилактике, а именно начиная с профессионально-технических училищ, где закончили студенты обучение, сразу же пойдут на производство и где столкнуться с этими проблемами. Поэтому сегодня усилили в этом направлении. У плане аховы працы организациям Гоминской области есть дача гомкнуться, тем больше, что ориентиры часто знаходится побоч. На поседжение обороконкамы не только казали об иснующих проблемах, а и узнагородживали лепших. Отповедные дипломы отримали организации переможца областного конкурса на лепшую организацию работы по ахове працы в 2017 году. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадуя компания «Гоминь». Уникальную паромную переправу сустрели в Житковичах. Спецпроект Пинского суднобудовничего завода был в шляху двое суток. Змогался с плынью и ледяными пирожкодами. Мясовые жахары чекали его, как выратовальную соломинку в капризных водах Припяти. Однако сразу почать переводить людей технику и он не смог. Подробности в наступном материале. Течение свальные смуты, чтобы эту боржу не снесло на деревья, на кусты, потому что как воды уже много несет на берег. Василь Кондратюк о капитанах 35 годов. Однако такие паром пришлось переправлять у першиню. С двумя напарниками без припынку для штурвала 48 годин. Кали рыхтовалися до отправки с Пинска, говорить, ведали. На переде 170 километров водного шляху. 13 зяки, скаванные ледом. Тадына допомогу до их выехал ледокол. У вынеку замест запланованных трох паром доплыв за двое суток. Для этого был разведен понтонный мост. Кроме того, был пропущен ледосота. Земснаряд делает глубину 5 метров, для того, чтобы мог спокойно паром присвартоваться к берегу, принять грузы людей и переправить на следующий берег. За этот проект взялся Пинский суднобудовничий завод. У основе звычайная грузовая баржа. Целком прокачали и отрымался паром. Уникальный у своем роде. До ужиня 70 метров. Грузоподымальность 1000 тонн. За один рейс паром может перевести 6 фур, або 25 легковушек. Швартовое выпробование прошло новыдатно. Правда, одразу пошли выполнять обовязки не смог. Нема специальных прыжалов. Вот сегодня мы собираемся уже монтировать эстакаду для подъезда. Я думаю, что на этой стороне в течение одного-двух дней, может быть, трех мы все закончим. Забьем швартовые тумбы. И тогда на этой стороне работы будут завершены. И мы перейдем уже на правый берег. По сути, это паром вырятовальный круг для мясовых жахаров, которые о мальчатые месяцы находились у склада данной ситуации. Семга-Снежня, мост, который слушал жидко-вишестуровым, от нагрузок треснул. А понтон и катары стали ненадейны панацеей. За ледоставу працавали с перабоями. Под пытанием опынулось устойное житё и людей, и мясовых предприемствов. Для нас, местных жителей, паром долгожданный. Капрызы на дворья парому будут не страшны. И навык подчас паводки з уздымом зровню воды на 2,5 метры он все ровно будет устроить. И головное, на им стане мягчыма перекидать тяжко грузы. С понтонным мостом это было не мягчыма. И все ж, адмауляться, для него не станут спрасовать, будут обезвы переправы. У таким режиме два района проживусь до 1-го студеня 2019 года. Пакуль стационарный мост не адрамонтуюсь. Зараз коробчатый пролет, який провис, отлучают от суцельного мостового полотна и рыхтуюсь до зносу. Ганна Ковалева, Ольга Коновалова. Телерадо компания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов «Житковский район». На Гомельшине завершается ликвидация неофицийных пляцовых по захованию твердых бытовых отходов. Сегодня убрали полигон в Аулуковском сельском совете Гомельского района. Экологичной тематикой подчеркнулись наши корреспонденты. Про то, и какой была звалка, когда поселка с тях працы Гомельского района, можно мерковать по этих архивных вздымках 2014 года. История ее створения почалась ровно 25 годов тому, калитогочастный мясовый сельсовет принял решение об створении пляцовок для сбора бытового смеття. Потом его отменили, а вот звалку не ликвидовали. Причим корыстались ею не только мясовые жихары. Привозили из города, городские были. Тут бусы приезжали, много кто был. Неофициально приезжали, высыпали и уезжали. Они даже не заезжали, они прямо тут и высыпали на дороге. 400 годы тому на территории Улуковского сельского совета створили каля 10 таких пляцовок. Это оказалось самой великой. Максима тому, и ей ликвидовали опошней. Для вывоза смеття на официйные полигоны машины сдействовали каля 200 рейсов. Пришлось заденешить технику из усяго района. В связи с обращениями граждан возле поселка Знамя Труда и в связи с поступившим предписанием экологии было принято решение о рекультивации свалки. В рекультивации свалки приняли все хозяйства Гомельского района, за что им огромное спасибо. Было вывезено более 2000 тонн отходов. В дальнейшем планируется здесь посадить деревья. Неде просполторы тыдники равниства Луковского сельского совета проведе у поселка Устях-Працы огольный сход грамадян с запрашением специалистов у розных сфер. По судностях, эта махчимость вырошить проблемы, які хвалююсь людей, непосредо на месце. Хоть на одной из их, напевно, уже можно поставить кропку. После завершения рекультивации на месце, теперь уже былой звалки, з'явится лес. Головное только, каб люди не пошли привозить сюды смеття знов. Як кажуть, по второй памяти. Теперь у нас будет в поселок Знамя Труда очень хорошо и чисто въехать. А то очень некрасиво было. Прямо мусор на дороге лежал. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». По усіх регионах Беларуси протягивается проверка безпеки месцев массового знаходження людей. Под пильной увагой гандлёвые объекты, кинотеатры, ночные клубы и бизнес-центры. Напереды Дневогомеля вратовальники проверили пожарную безпеку гостиницей «Турыст». Спочатку инспекторы пройшлися по поверхах, провели размову с персоналом и проживающими про дзеяние при пожаре. По выниках обыходу гостиницы выявлены пылные недохопы, які, по словах вратовальников, не повинны повплывать на развитие пожара. Однако могут стать перешкоды для ликвидации узгорания. Больше серьезные неосправности раскрылись подчас проведения в учебной эвакуации. По одной отработке плана эвакуации можно сказать, что на недостаточном уровне требуют доработки. Имеются датчики нерабочей системы оповещения. Это подвальный первый и второй этаж. Если коснуться действий персонала, требуют доработки и повторного обучения. С нашей стороны с работниками будет проведена еще дополнительная занятия. Проверки пожарной биоспеки у местах массового сбора людей будут протягиваться до конца тыдня. Про их выники можно доведаться на сайте МНС. По стране на 28-е Соковика на Гомельшине зарегистровано 11 подсверженных выпадков захворывания на одер. Пациенты – Жихары Гомеля, Гомельского района, а так само Жлобина. Это 10 дорослых и одно дитя. За их лику 8 человек не были пришеплены, те не имели известно об уластном иммунном статусе. По попередних и дадзинах, первые выпадки захворывания в области выявились после наведывания Жихаром Жлобина Одесской в области Украины. Крыница возникнения инфекции у гомельчан высветляется. Зараз проводится необходимый комплекс санитарных мероприемств. Утемлику медицинское назирание и вакцинация тех, кто находился в контакте с хворыми. Громадяне, которые не имеют известно про властную вакцинацию, те не рабили пришепок, могут свернуться в организацию оховы здоровья по месте Жихарства. Выпадки захворывания на одер зарегистрованы на Гомельшине у першиню за опошние 5 годов. Все заболевания протекали в легкой степени. Заболевшие госпитализированы были в областную инфекционную больницу и уже выписано 6 человек. Завтра выписываются еще 2 человека. По контактным проводится работа вакцинации, по вакцинации контактных. Уточняется иммунный статус. Проводится работа по установлению источника инфекции в городе Гомеле. Гостей из Курской и Санкт-Петербурга сегодня сутракали в Гомельской школе мира 27-й. Тут распочались мероприемства, присвященные Дню Еднания народов Беларуси и России, которые отзначат другого красавика. На международную встречу завитали и в ушни из других школ областного центра. А так само наша здимуная бригада. После урочистого открытия мероприемства и концертной программы «Мы разом» невеликий экскурс в историю. Другого красавика 1996 года подписан договор об створении супольности Беларуси и России. Прозгод в этот день до мова об союзе двух краин. Все удельники сустречи дружно выконали гимны Беларуси. А далее было невеликое, але такое необходное и важное отступление от сценария. Ведучие еще раз нахадали об трагеды в Кемерове. Голосы девчат дрыжали от хвалявания и объявили хвилину молчанья. По дитячих овачах башны, как близко они восприняли Кемеровскую бяду. С дольностью глубоко осупереживать живет душа кожного человека. А еще умением самоотдано сябровать. Кали гора сябра воспринимаешь, як уласная, и широ радуешься чужому счастью. Мы это у всех мероприемств, которые проводят Фонд Миру, научить сябровать детей розных народов. Кабьяны, кали вырастут, обовязково протягивали гэтая яднанья. Мы дружим между собой, мы общаемся, и наша дружба в дальнейшем, возможно, может как-то способствовать дружбе между нашими странами. Давно наши предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, очень сильно дружили. И мы, новое поколение, мы хотим поддержать эту дружбу и закрепить ее еще сильнее. Именно для этого мы приехали в школу по братим, школу мира. Чтобы наши страны еще больше сплотились и, как раньше, были едины. Такие слова и сустречи, такие высокородные мыты юнаков и девчат, то и обшим марить самая миротворшая организация Беларуси, Фонд Миру. Когда они уже станут более взрослыми, они будут делать все возможное, чтобы именно мы опять объединились, чтобы мы были едины и решали те вопросы, которые надо решать для наших народов. Спасибо за то, что есть наши два славянских народа, которые понимают, что такое дружба, что такое мир и ценят. Начинают это все закладывать с самых маленьких детского возраста и до поколения взрослого населения. С праздником нашим общим. На протяге двух дней школьники и наставники с Курской и Санкт-Петербурга наведуют адукационные и культурные установы Гомеля, а так само сделают экскурсию по золотым кольцам Гомельщины. Марина Джала, Игорь Маришенко, телеродокомпания Гомель. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomel.by Далее в эфиры де-факто и спортивный огляд я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. На Гомельщине подвели итоги спецкомплекса «Арсенал» по пресечению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудниками милиции в ходе рейдовых проверок изъято 54 единицы незарегистрированного оружия. Добровольно граждане сдали правоохранителям 149 единиц. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 7 уголовных дел. При этом 62 административных протокола составлено в отношении правонарушителей за нарушение порядка оборота гражданского оружия. Всего сотрудниками органов внутренних дел из оборота было выведено 330 единиц различного оружия, в том числе 203 единицы незарегистрированного, а также 3782 единицы боеприпасов различных калибров, 41 взрывное устройство и 1344 грамма взрывчатых веществ. Так в ОВД Октябрьского райисполкома обратился житель деревни Хоромцы, который добровольно выдал однозарядное противотанковое ружье образца 1941 года, обнаруженное во время сноса ветхого нежилого дома. Агамильчанин в ОВД администрации железнодорожного района добровольно сдал стартовый пистолет. В Лельческом районе правоохранители изъяли незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 1957 года выпуска. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении. В том же районе сотрудники милиции в доме жителя деревни Буйновичей изъяли 17 боеприпасов к огнестрельному оружию. Напоминаем, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие нелегально хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел от уголовной и административной ответственности освобождаются. Конфискованное оружие в рамках спецкомплекса «Арсенал», которое прошло баллистическую экспертизу, в том числе могли увидеть участники Дня открытых дверей в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В преддверии первого юбилея в апреле Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь отметит пятилетие со дня образования была организована очередная подобная акция, которая рассказывает о работе экспертов. Участниками Дня открытых дверей стали руководители правоохранительных органов области, фискальных служб и представители высших учебных заведений. Эксперты продемонстрировали технический потенциал и на примерах показали все разнообразие выполняемых исследований. Мы научились делать компьютеротехнические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств. Мы научились выявлять наркотики в любых сухих смесях в течение часа специальными ахропатомас-спектрометрами. Генетический учет налажен не только людей, которые помогают идентифицировать личности, добывать доказательства с места происшествия, но и также мы сейчас ставим на учет генезис их животных для того, чтобы помогать в том числе расследовать те же дела браконьерства. И в завершении выпуска оперативная информация Гомельского областного управления МЧС. За прошедшие сутки в регионе пожаров не зарегистрировано. На оказание технической помощи спасатели выезжали 8 раз. При этом МЧС круглосуточно мониторит поводковую ситуацию. В Петриковском районе из-за подъема воды в реке Припять подтоплено 5 подворьей. Глубина от 5 до 20 сантиметров. Водой перекрыты и несколько участков автодороги в направлении деревни Снядин. Подтоплены и дороги к двум паромным переправам Петриков-Вилавск и Вышелов-Снядин. Глубина подтоплений от 5 до 50 сантиметров. В Мозырском районе подтоплено 6 частных подворьей. На сегодняшнем этапе поводковая ситуация на Гомельской области складывается положительной. То есть, да, сегодня наблюдается подтопление территории в Петриковском районе и в Мозырском районе. Данные участки ежегодно подтапливаются. Граждане, которые там проживают, они об этом знают. Они всегда к этому готовы. Ну, в целом, подразделение МЧС круглосуточно ситуацию мониторят. Мы готовы, даже при осложнении ситуации, мы готовы принять меры. Но не ожидаем. Не ожидаем осложнения ситуации. То есть, надеемся, что поводка и ситуация в области не ухудшатся. Такой обзор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хорошая новость пришла накануне вечером из Минска. Вторая команда хоккейного клуба Гомель стала чемпионом высшей лиги. В выездном пятом матче финальной серии был обыгран юниор со счетом 5-2. Гомель-2 один из самых титулованных коллектива высшей лиги. Однако победа команде не давалась уже довольно давно. Лишь спустя 11 лет подопечные Артема Синькевича и Дмитрия Панцирева смогли вновь завоевать главную награду белорусского молодежного хоккея. Напомним, в четвертьфинальной серии гомельчане были сильнее Арарата. В полуфинальной одержали победу над Шахтером-2. А в финальных поединках преодолели сопротивление своего самого принципиального соперника Минского юниора. Состоялся очередной поединок баскетбольного чемпионата страны среди женщин. Гомельсош принимал лидера турнирной таблицы Гродненскую Олимпию. Как и ожидалось, поединок для хозяек площадки получился крайне тяжелым. Гости с самого начала стали оказывать давление и постепенно завладели инициативой. Счет на табло тому подтверждение. Правда, к концу второй четверти гомельчанки немного сократили отставание, что дало надежду на положительный исход противостояния. Однако, класс лидеров первенства сказался и они вновь нарастили преимущество, после чего уверенно вели игру до финального свистка. Результат 35-75. Лучшей в составе нашей команды стала Анна Хацкевич, которая набрала 9 очков и совершила 19 подборов. К слову, по последнему показателю на данный момент она лидер в чемпионате. Следующая игра состоится в субботу 31 марта. Гомельсош сыграет на выезде с цмоками начала встречи в 15.00 в зале Минск-2006. В эту субботу любителей спорта ожидают и гандбольные баталии. Гандбольный клуб Гомель на домашнем паркете примет могилевскую команду Маашека начала в 18.00 в год ссоре по игровым видам спорта. Напомним, что не так давно коллективы встречались в Могилеве. Тогда подопечные Сергея Цыганкова одержали уверенную победу со счетом 38-25. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова